Ах, суставчики, суставы, ах, суставчики мои, ах, суставчики, суставы, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Однако, здравствуйте, немножко поговорим о суставах. На злобу дня, как бы сказать, сегодня с утра позвонила знакомая жены и говорит, вот у меня там заболели что-то там плечи, и я отдала 9 тысяч за 3 сеанса. При этом, значит, Костоправ говорит, ну если вот сразу мне за лечение дадите 9 тысяч, то 9 тысяч, а если по частями, значит 12, но как-то все-таки сошлись на 9 тысячах. То есть суставная эпопея, конечно, крайне неприятная тема, но ее можно решить. Ну, немножечко я просто так вот повспоминаю. Это, значит, вот один случай. Второй случай, знаете, вот излечение суставов бывает какое-то самое такое неожиданное. Ну, допустим, возьмем опять мою же жену. Заболело у нее плечо, и вплоть до того, что вот если резко она там как-то повернется или руку дернет, что возникала такая сильная боль, что буквально-таки она без памяти падала. Вот такая вот боль в плече. То есть кульминация настигла, и спать особо не могла, и плечо болело. И мы с ней ездили, мне нравится такое хорошее место, я считаю, место какое-то благоприятное, как говорят, место силы. Это Переслав Залезский. Вот что-то мне нравится все. Плечево, озеро, вот это древнее какие-то, это там и источники, там много храмов. И там есть как раз синий камень. И как раз, по-моему, мы были зимой. Так вот, жена особо не спала, сильнейше болело у нее плечо. И вот она, подъехали мы к этому синему камню, а она, значит, потом уже мне рассказала. Я, говорит, села и говорю, ну, синий камушек, вот так вот и так вот, ну, болит плечо не могу, ну, помоги мне там, милый. Вот с такими словами примерно она обратилась. И говорит, на следующий день начала замечать, что о боли-то особо и нет. И вот боль прошла, которая у нее была несколько месяцев, вот таким вот образом. И особо не возвращается. Конечно, что-то там такое есть. Но то, что раньше было, когда она была молодой, нет. Вот один такой случай. Второй случай, что мне запомнился, это генералова Нинелли Ивановна. Она как раз рассказала, что, говорит, у меня в плече, в плечевом суставе рос шип. И, говорит, он уже практически, практически чуть ли не наружу, то есть еще немного. И он проколет кожу, кожу проколет и выйдет наружу. Вот такие вот вещи, хотите, нет, хотите, хотите, как хотите, короче. Говорю, то, что было. Решилась на операцию, чтобы это все удаляли, долбали и все такое. И тут одна есть женщина, которая торговала, знаете, вот этими всякими штучками, там, браслетами из какого-то там металла. Или еще что-то, еще что-то. Это, по-моему, не медный браслет, а какой-то другой. Я вот, она там говорила, но я забыл. Кстати, возможно, она это рассказывала на каком-то видео, которое имеется там, допустим, в целебной кулинарии. Поэтому вы можете посмотреть. А вдруг она говорит. Ну, короче, эта продавщица сказала, покупайте этот браслет, цепляйте на руку и не снимайте. И у вас потихонечку все пройдет. И точно, и все это, это, все это прошло. Ну что, теперь, конечно, возьмем меня любимого. Меня любимого. Ну, поясницу, конечно, я не щадил. Тренировки с тяжестями, тренировки профессиональные по тяжелой атлетике. Все это сказалось. Сказалось на здоровье позвоночного столба. И, кстати, это все сказалось, знаете, каким образом? Из-за того, что где-то ты неправильно поднимал, где-то ты ходил, будучи особо не готовым на предельные веса, получал травмы. То есть можно было, знаете, вот если бы была голова более светлая в то время, ну, примерно как сейчас, то можно было, конечно, без всяких травм пройти, укрепить спину, иметь результат намного больше. Я должен даже сказать, не столько после тяжелой атлетики, а как вот обычная жизнь. Со всеми там, что-то ты взял, что-то перенес, что-то, кстати, спина не любит, когда ты долго сидишь в каком-то положении. Ну, грубо говоря, вот если бы я сел на пол и что-то ковырялся в течение, допустим, ну, часа, вот в таком положении, то есть у молодого человека как-то не так сжимается от одного положения спина. А вот у пожилого человека в одном положении побыл минут 15-20, а то еще меньше. Все, заклинило. Вот, начались проблемы. Я, значит, прошел очень многих костоправу, потому что я думал, и так сказать, по логике вещей, что, ага, надо растягивать спину, если там зажимает, значит, надо растягивать ее, вот как бы сказать, освобождать эти нервные корешки от сдавливания там. Я занимался, вы видели, и асанами йоги, и более-менее так, и гибкость была. Но, тем не менее, знаете, какой-то такой вот со временем прогресс болезненных изменений позвоночного столба, он просто нарастал от года в год. И вот подошло такое время, что я ездил там, было, значит, и в Ростов, хорошие специалисты там делали, специалист, все, и так покрути, и всяк покрути, и то и делал. Ну, естественно, на денежки я же специалиста, короче, отчитал все это там такое. Хорошие денежки за один сеанс. Ну, вроде как помогало, а потом все опять на круги своя. То есть это ростовская эпопея была, ну, тут дома в Каменске тоже мяли там, крутили. Потом была эпопея московская. Когда я уже работал на Первом канале, как-то я там устоялся, все более-менее нормально. Но однажды я там, показывая какое-то там упражнение, слишком резко дрыгнул там ногами и, короче, сдернул. Сдернул, значит, пришли костоправы, квалифицированные, все там потерли, то есть, вот так сказали, толком никакого. В костоправ попал проще, значит, вроде как поправил поясницу, перетянул мне шарфом или полотенцем, перетянул поясницу, как бы она была. И представляете, узел оказался в районе паха, и у меня именно того, что узел был в районе паха и надавил, у меня разболело сильнейшим образом все. И именно из этого узла снял, так полегчало. А другой специалист, значит, баночкой только раз, спинку, значит, поднимает, то есть, у нас поясницы уходят, позвонки внутрь организма. Здесь как раз у нас изгиб, и они туда внутрь, кишкам рубая, раз, смещается и начинает болеть, и все это там такое. Значит, вытягивает, вроде как на место ставит, оно потом опять там это самое смещается. Да, делал я, конечно, упражнения, когда тяжелой атлетикой занимался, была травма спины, и вот эти вот, как модно говорят, гиперстензия там, и там. Ну, короче, наклоны через козла с весом я делал. Веса уже были такие довольно-таки большие, килограмм где-то 60, я делал, штанга 50, 40, 50, 60. Ну, спина была, ух, сильно, то есть, как бы залечил, поднимал, но потом все что-то. Вот тоже вот это все, знаете, приехал, сделали, вроде нормально, через неделю-две опять то же самое, опять приехал. Мани-мани-мани-мани. Ну, так как-то, видишь, какая-то безнадега. Наконец-таки меня встретил последователь здорового образа жизни, пропагандист моих книг, Костопрао, все у него там получалось, все там делал, все это, и я у него 15 сеансов, то есть, я у него жил, приехал, и он, значит, работал с моей спиной. И крутил, и так делал, и сяк делал, вплоть до того, что, значит, позвал своего ученика, и они, значит, взяли, что там, грубо говоря, молоток, не молоток, зубило, не зубило, и между позвонками такая, бадам, ага, бадам, ага, бадам. Вот такое вот прошлись, якобы, что-то там оставит на место. Массаж у него был такой силовой, значит, вот этот силовой массаж, он из-за того, что от этого силового массажа возникают синяки на теле, очень такой болевой, силовой, болевой. Идет активация организма, как бы сказать, он, ну, в некоторых случаях это помогает, не хочу сказать, что это все ноль, ну, вот мне вроде поставил на место, все нормально, там остается денька там один-два до моего отъезда, все это. Мы пошли с ним гулять, вроде как нормально, и переходили, то есть тут тоже надо как-то соображать, только что, вроде как встало на место, вроде что-то это, зачем давать какую-то нагрузку длительную. Короче, мы с ним переходили, гуляли-гуляли, спина опять съехала, и я, как приехал, с больной спиной. Так я и уехал. Попробовал я, и вот эти вот наклоны через козла. У меня свой собственный тренажер есть насчет этого. Ну, что-то я начал заниматься, ничего подобного, как, как, что-то клинит и все. А особенно плохой случай со мной был, это когда я поехал во Владимир на соревнование имени Дедюшка по рукопашному бою. Дорога длинная, от Каменского в Владимир. Я ехал на машине, вроде машина, все это, джип, джип, джип 470, и все это нормально. Подъехали к Владимиру, вот сколько там мы ехали. Пробка, я вылез, чтобы размяться. Представляете, вот опять-таки, долгое сидение в одном положении, оно как-то вот влияет на спину. Короче, я вылез, немножко потоптался, залез и чувствую, когда у вас болит спина, вы знаете, она так сначала, так сказать, нежно там так раз в глубине, хопа, и пошел процесс. То есть немножечко закусило, и потом все больше, 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 и вы уже ничего не можете сделать, вот это вот больно растает, пытаетесь там освободить. Так это сказать, закусило, но я еще более-менее двигался, а там то надо к гостям выходить, то надо еще куда-то выходить. То есть я приехал на мероприятие, надо выходить. Как она меня закусила, это где-то был год, наверное, 17-й. Я, значит, еще сам дойду там до стола, чтобы меня там гости увидели, то есть все. И не могу сидеть, вот на ней начинаю сидеть, в любом положении она начинает тебя стягивать. Идти тоже не могу уже настолько это, что меня уже на руках брали двое крепких мужиков, и, значит, на руках туда, до этой самой, до кроватки, и то, и все, и пятая, и десятая. И иголки поставили, что-то там такое. Не, уехал. И что я еще хочу сказать. К тому же, начали болеть и плечевые суставы. Я же говорю, там лежа жму, наращу форму. И как раз сначала одно плечо заболело, вот здесь вот, потом другое. И потом они так начали болеть, днем, не особо их чувствуешь, вот эти боли. Но когда ложишься спать, вот ты лег, и она, как бы сказать, начинает вот так тебя сдавливать. Боль нарастает. Ты меняешь положение. То ли растянул, то ли как-то. Отпускает. Минут через 15-15 она нарастает. То в одном, то в другом. И вот эта вот кровать сзади, на которой я сплю, вот эта вот пустыня, она вот так вот, в канат. Это прозорвалось несколько месяцев. Ну, короче, как кар. И со спиной я уже, знаете, настолько серьезные проблемы пошли, что я уже ходил, и как раз вот подчеркивает Сергей Прокопьевич, который тренажер сделал вот этот вот, изодинамический, что вот я увидел Петровича с ремнем до подъема штанги, ремень штангиста. То есть я уже ходил. То есть уже какой-то корсет. Уже думаю, ну что ж такое, что ж такое. Сижу на измене, пошел. МРТ, значит, мне от головы до копчиков все это просветили. Отослали специалисту все эти снимки. Воронеж, ну вот мы с ним поговорили, говорит, ну че, 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 там вот. Ну я приведу вам. Так что смотрите, грыжи, шмыжи, там разрушение и прочие крайне неприятные вещи, что вплоть до того, что позвоночник может в любой момент переломиться, так они сказали. Ну я говорю, ну а лечение, лечение, в чем будет лечение, где будет лечение, что, а как. А вот что касается лечения, нет. Ну просветит ее, ладно, нашли они вот этот метод просветки. Ну а как это восстановить? Нет. И вот, и вот, и вот. Я знакомлюсь сначала с гравитационной гимнастикой в Екатеринбурге. Ну для того, чтобы гравитационной гимнастикой заниматься, надо иметь вот такой вот зал. Видите, какой зал. То есть там пять упражнений, на каждое упражнение свой станок там стоит. Не получается, надо ездить в Серпухов, далеко. И каждое занятие стоит, стоит 10 тысяч рублей. Каждое занятие, раз в две недели, будь за руку. Хорошо, что я как-то это самое. С Анатолием Ивановичем, когда он был жив, приехал. Анатолий Иванович, а может за пять? Ну давай. Пятифанчик, карманчик и все. А я позанимался. Не наездишься. 900 километров туда. Я на машине еду. 900 километров обратно. Там, как правило, где-то надо ночевать. Как-то это все у меня отложилось. Думаю, потом как-нибудь разберемся. И вот, через год я приезжаю опять в Екатеринбург. Меня позвали. И Кривых Сергей Прокупович теперь показывает мне уже свой тренажер. Вот этот вот красавчик тренажер. Говорит, ну-ка, Петрович, опробуем. Я его опробую. И представляете, у меня кое-что там я не мог сделать. Из-за того, что вот эти боли были. Гибкости не было. Не мог ноги поднять. Не мог положение принять. Представляете, насколько может тело зачерстветь уже. Ну, естественно, оно там и болит. И все это. Ты чувствуешь разрушение. Так вот, первое занятие я сделал. Пришел в гостиницу. И у меня поднялась температура. То есть, от первого занятия. От того, что прошла более мощная энергия, нежели в обычной жизни. Я ее ощутил. Она вызвала сдвиги в организме. И вот эти сдвиги привели к тому, что поднялась температура. Пошел такой вот процесс нормализации. Но он вырвался через такой вот кризис. Температура, все это там так-так-так-так-так-так-так-так. Перестройка, конечно, огромнейшая идет. Вот, естественно, у меня вот с первого же раза там спина это отпустила, скажем так, отпустила. И я, приехав домой, стал подумать, а как же бы мне этот тренажер вот сделать? Как бы его сделать? Вроде бы эта конструкция не такая сложная. Можно там сделать, заказать. Тем более, я когда-то делал себе там тренажеры. Ну, допустим, вот эти вот тренажеры. Сам сварил, сам там чертежи. Вот. А потом, знаете, уже когда человек действительно повзросел, у него возникают такие мысли. Слушай, ну, это нехорошо. Вот какую-то идею брать, значит, у автора и делать. Да закажи ты этот тренажер у Сергея Прокоповича Кривых. Тем более, тем более, что вот это все можно сделать, а вот сам вот этот вот гриф, вот эту вот палку, вот эту вот палку, она из особой стали, чтобы там не гнулась, не прогибалась, не это. Она должна быть. Потому что веса туда дальше поднимаются большие. Вот ее-то навряд ли сделаешь. По крайней мере, у нас тут в Каменске, я не знаю, как это так. Вот, короче, договариваюсь с Сергеем Прокоповичем, так и так. Значит, я плачу большую часть, а потом отстегну, потому что цена 150 тысяч. Ну, я понял, 150 тысяч – это ерунда против того, что ты будешь иметь, потому что такой ошеломительный эффект. И вот я заказал, пришел тренажерчик, и я сам начал заниматься. Вот так, как я считаю себя специалистом в области тренировки, как-никак я самостоятельно выполнил норму мастера спорта. Вот никто не подсказал там толкчок от груди. Я бы еще там больше толкал. Итак, на тренажере я выложил целый год занятий своих, вот как я начал с нуля и дошел там за год. И потихоньку, знаете, вот начала возрастать энергетика. Начали укрепляться суставы, прошли. Такое впечатление, знаете, вначале поясница стала, как деревянная, особенно на первом, на втором годах. Что хочу я сказать сейчас? Сейчас я уперся вот в это все. Чувствую я себя нормально. Думаю продолжать заниматься и далее. И вот, вот эта вот суставная эпопея для меня закончилась. У меня не болят ни голеностопные суставы, ни коленные. Хотя, хотя. Вот этот вот прыжок, который я сделал, дабы там проремонстрировать 70-летие в бассейн, дал нагрузку на колени, потому что такой нагрузки нет, прыжковой. И левое колено так начало немножечко побаливать. Видите как? Ни в коем случае вот что-то такое непривычное не надо делать. Ко всему должна быть подготовка. А тем более резкая, прыжковая. Ну и там-то и прыжка, и всего. Но, тем не менее. Вот, с левой коленочкой потихонечку все это проходит. Вот тогда я прыгнул, а до сих пор еще проходит. С поясницей. Честно и откровенно. Когда я встаю утром с постели, никаких проблем нет. Потом, когда я иду умываться, я чувствую, что какое-то, знаете, деревенение есть. Какое-то деревенение в области поясницы. И я умылся. Пошел. Два километра свои я прошел. Все это ушло. Под вечер вообще я ничего не чувствую. Что касается, значит, поясницы. Тазобедренные нормально. Плечевые, которые раньше болели, знаете, что-то болит, неприятности приносит. Плечевые прошли. И даже шейный отдел. Ой, это шея, когда болит, тоже вот это. Крайне неприятно. Когда у вас болит шея. Вот. И шея тоже нормально стало. Ну и плюс общая энергетика возрастает. И теперь, конечно, когда я иду, смотрю, люди идут кривые, с палочками. Я понимаю, есть средства, есть средства. Мощно, прекрасно действующее. Но люди особо это как-то не понимают. Ну, примерно вот так вот, что я хотел вам сказать. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, там, как мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет. Он по таргерам пройдет. Радостью любого ждет. Это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшебство мы жадно ждем. И под чоками покалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, 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 народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет. Он по таргерам дает. Радостью любого ждет. Это Новый, Новый год. Так, и спи, дружок, сын внешний. Наливай бакал с карди. Загадай свое желание. И под звонку ром-попей. Ай! Реселись, веселись, 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 народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет. Он по таргерам дает. Это Новый, Новый год. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.